Это что за знак? А где дружите? Место нахождения. Они, развлекаясь, учатся самому главному – безопасности. В этот раз противопожарный. В гостях у Дошкалят представители ВДПО, Всероссийского добровольного пожарного общества и Госпошнадзора. В игровой форме они закрепляют с детьми знания, которые дали малышам в детском саду. Они меня сегодня очень удивили. Молодцы. Мы социально ориентированная организация. Мы проводим мероприятия в детских садах и школах. По пожарной безопасности. С работой с родителями, с предприятиями. Ко всем с образовательными программами. Здесь с Дошкалятом рассказали об истории пожарной охраны, проверили их знания на тему пожарной безопасности. Также в программе демонстрация костюма огнеборца и скорости его надевания. Весело, динамично. А дальше состязания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Детям очень интересно. Вообще тема по безопасности. И очень им интересно в этот раз было знаки пожарной безопасности. Для них это было совсем ново. И я думаю, что они с успехом их запомнили. Даже названия такие сложные для них. Нельзя играть с пичками, с шагалками. Надо соблюдать правила пожарной безопасности. Обращать внимание на знаки, которые у нас есть в детском саду. Эти знаки расположены на каждой двери. Инспектор Госпожнадзора, который курирует вопросы профилактики по линии своего ведомства, говорит, такие занятия необходимы. Практика показывает, во время пожара растерянно ведут себя взрослые. Что уж говорить о детях. Они прячутся от огня, забираются под диваны, под кровати, за какие-то предметы. Тем самым создавая сложность при их эвакуации. Для того, чтобы дети знали, как действовать в таких ситуациях, проводятся различные дидактические игры, а также и обыгрываются ситуации, приближенные по минимуму к таким ситуациям, например, дается команда «Пожар». Это не разовая акция, а лишь один из моментов полномерной работы по противопожарной грамотности. А значит, знания будут прочными. А это развлечение детвора будут вспоминать долго. Потому что было весело и интересно.